Дарья Сударева 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 Дарья Сударев Дарья Сударев Дарья Сударев Дарья Сударев Вот. Все сделали очень хорошо. Бригада очень хорошо работала, как говорится, от светла и до темна. И все сделали. Вот так что я очень благодарна. На Ленина 30-я работы еще ведутся. Здесь и подрядчик позже зашел, и объем работ больше. Рабочим предстоит покрасить фасад, доделать крышу, обновить входные группы и отмостку. Отмостка обязательна. Это одно из главных требований при проведении капитального ремонта, чтобы вода не подходила к фасаду. Это нужно и нам, подрядчикам, потому что гарантийная обязательность минимум 5 лет. Соколь здесь жильцы приняли, опять же, не обшивать железом, а непосредственно тоже покраска, шпаклевка и так далее. То есть это даже в наших интересах делать непосредственно отмостку. На этом адресе, как утверждает старшая по дому, жители также довольны уже произошедшими изменениями. Начали работать в августе, но это начали работать по кровле чуть, наверное, позже, буквально через неделю после начала. Начали ремонтировать фасад, но обещают, что к концу октября она, думаю, закончит уже. В принципе, работа достаточно быстро двигается, достаточно хорошо и качественно работает. В целом, пока опасения, что в Димитровгороде повторится история годичной давности, когда несколько многоквартирных домов зимовали почти без крыш, нет. Срок окончания работ по всем объектам, а их в этом году более 20, конец октября. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Тимград-24. Специально для Управ ДТВ. В Новоульянске началось строительство двух самых крупных в регионе модульных котельных. Поручение рассмотреть возможность модернизации существующей системы теплоснабжения Сергей Морозов дал по итогам рабочей поездки в Новоульянск весной текущего года. В частности, речь шла о замене технически изношенной котельной, КПД которой на данный момент составляет около 60% на новые теплоисточники. В этом году Новоульянск переходит на новую систему теплоснабжения. В городе начали строительство сразу двух модульных котельных, которые обеспечат теплом три детских сада, медицинский комплекс, две школы и многоквартирные дома. На данный момент идет устройство фундамента и проектирование инженерных сетей. Они позволят полностью изменить схему, то есть повысить качество. Но, естественно, для населения это будут совершенно другие условия для представления коммунальных услуг. Это будет экономичнее и, самое главное, надежнее. Общая мощность котельных – 50 мегаватт. Каждая будет укомплектована шестью котлами. По признанию Сергея Носкова, это самое масштабное строительство, которое вела корпорация. Старая заводская котельная была построена в советское время в первую очередь для промышленной зоны. Сейчас оборудование используется не в полную силу. В настоящий момент теплоснабжение города Новоульяновска осуществляется посредством работы старой котельной, которая находится у нас на горе. Перепад высот составляет порядка 190 метров. Приходится теплоноситель в гору качать, работают насосы. Это очень неэффективно. Новые котельные введут в эксплуатацию в декабре этого года. До этого времени тепло будет подаваться от старой котельной. Она, по заверению руководства профильного ведомства, полностью готова к отопительному периоду. В региональном пресс-центре издательского дома «Ульяновская правда» состоялась презентация фильма заслуженного работника СМИ Республики Татарстан Зульфия Садулиной. Главный герой фильма Станислав Слесарский, заслуженный художник России из Ульяновска, лауреат международной премии имени Пластова. Подробнее у Ирины Антоновой. Презентация фильма «Я вижу так» Станислав Слесарский прошла в рамках 9-й Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Автор фильма – член Союза журналистов Республики Татарстан и Российской Федерации Зульфия Садулина. Станислав Петрович сам родом из Казани. Учился в Казанском художественном училище. В 1987-м он вместе с семьей переехал в Ульяновск, где живет и работает больше 30 лет. Моя первая работа в Ульяновске был заказ, посвященный основателю города Симбирска Богдану Хитрову. Вот это панно исторического плана, где основатель города, вот эта известная грамота, которую он держит в руках, она осталась в истории, я ее, собственно, использовал. Он участник многих выставок, заслуженный художник России, лауреат международной премии имени Аркадия Александровича Пластова, член правления Союза художников России. Произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. Я сейчас смотрел на себя страны, и кому-то это не я. Ну, так получается, что видишь по-другому, глазами режиссера, вот такого же художника, тем не музыкант еще. По мнению Зульфии Асадулины Станислав Слесарский, личность очень яркая и достойная, чтобы о нем говорили, писали и снимали фильмы. Сам герой на самом деле очень скромный человек, и только благодаря его жене, тоже художнице и преподавателю Людмиле Слесарской, согласился на съемки. Для меня, например, очевидно, что фильм сделан автором, потому что это действительно своеобразное видение, своеобразная подача. Вы, наверное, обратили внимание, что многие картины просто берутся так фрагментом, да, фрагментом, чтобы не срисовал никто композитор. Ну, это уж я как бы шучу, конечно. Вот, это уже свое лицо, своя рука, свой стиль. Фильм пока можно посмотреть в соцсетях, а в следующем году, накануне юбилея Станислава Петровича, его покажут на канале Ульяновского телевидения. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается солнечная теплая погода, температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер юго-западный 4,7 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин